Добрый вечер. Женевская тема неисчерпаемая. Некоторые послесловия к тому, как можно прожить 4 дня в Женеве, вдоволь нанаблюдавшись на жизнь за рулем этих людей. Женева город сформированный очень давно. Естественно, узенькие улочки, довольно много транспорта. Они тоже решили поиграть в выделенные полосы для общественного транспорта. Поэтому одна полоса туда, одна обратно. И автобусы, которые крадутся тихонечко. Причем автобусы у них достаточно часто сочлененные. Побольше наших привычных икарусов и прочей сочлененной техники. Тем не менее, эти автобусы ездят очень ввертко. В том числе, уезжая в дальние спальные районы. Здорово. Мастерство водителей потрясающее. Ездят, естественно, они очень аккуратно, очень тактично. Ну и в целом, публика там, конечно, довольно смиренная. Что не очень коррелируется с законодательными инициативами о них чуть позже. Что любопытно. Вот во всем этом, естественно, таком шикарном варианте, который мы себе в голове нарисовали, когда начинаешь говорить Женева, Швейцария, водители, все пользуются стереотипами и воспроизводят в памяти картинку полного благолепия. Ну, действительно, шикарные машины, красивые чистые улицы, поэтому все очень хорошо. Ну, и тем не менее, не все у них очень хорошо. Недавно, совершенно неожиданно, вдруг, неожиданно для нас и закономерно для них, произошло ужесточение правил дорожного движения. Все швейцарское, не только женевское. Если скорость превышена больше, чем на 40 км в час, то лишают прав на два года. Вот, обратите внимание, сейчас Единая Россия как раз эту норму и обсуждает достаточно подробно, навязывая нам карательные свои заходы. При этом, если повторное нарушение произошло, то есть такое серьезное увеличение скорости, решает водителя в Швейцарии теперь пожизненно. Что совсем удивительно. Как-то не коррелируется, во-первых, с картинкой, потому что никто там никуда не несет, сломя голову. А во-вторых, а как же тут с демократией? Причем за грубое нарушение могут посадить в тюрьму. Срок обычно 4 года. И в том числе есть такая удивительная мера в швейцарском законодательстве. И теперь с этого года, с 13-го, как конфискация транспортного средства. Вот, казалось бы, где можно в Женеве увидеть проявление подобного чудовищного автомобильного нигилизма, чтобы законодатели были вынуждены придумать подобные меры? Это вот Женева. Это тихая, спокойная банковская столица Европы. Кого здесь так жестоко можно карать? Приезжих. Очень много приезжих водителей. Не все швейцарцы за рулем. Там многие пользуются наемными водителями. А там за последние годы произошло изменение вот этого качества автопарка. То есть, швейцарцы-то, конечно, там остались. Но за рулем стало очень много гастарбайтеров, очень много иностранцев вообще. И вот именно они создают ту самую странную ситуацию, на которую законодатель реагирует подобной жестокостью. В Женеве, конечно, этого не увидишь. Там и по встречке никто не едет. И трактор, например, у меня на глазах, закрывший с собой единственную полосу, он вынудил, вхвостил себя, плестись нормально совершенно всему автопарку Европы, начиная с дорогущего Бентли. Очень смиренно и очень спокойно. А вот дальше, конечно, ребята шустрят. И шустрят настолько серьезно, что швейцарцы вынуждены на это как-то реагировать. А у них же не приняты такие водительские разборки, как у нас, когда люди хватаются за монтировки, бьют друг другу по голове, приговаривая при этом, ах ты черт, не русский, или там, ах ты черт, не швейцарский. Нету такого. Поэтому законодатель заступается за коренное население. И что удивительно, вот эти жестокие поправки, они были швейцарцами восприняты с одобрением. Казалось бы, могут ведь лишить пожизненно прав, либо конфисковать автомобиль. И швейцарцы за, швейцарцы за, потому что их это вообще не касается. Они как ездили тихо и спокойно, так они и ездят тихо и спокойно. В том числе и за трактором. Мне очень понравилось в Женеве то, что у них давно существует единая транспортная карта. Например, прямо в гостинице, в некоторых гостиницах это по умолчанию выдается в придачу к ключам от номера. Вот в той гостинице, в которой я был, тоже мне вручили, вот, пожалуйста, вам карточку, чтобы войти к себе в номер. А вот вам транспортная карта. На весь транспорт Женевы, естественно, кроме такси. Причем, что такое весь транспорт? Это и электричка, потому что через город ездит электричка. Непостижимая совершенно двухэтажная швейцарская электричка, почему-то бесшумная. Это невозможно понять, почему в Европе бесшумный трамвай, почему в Европе бесшумный поезд. Ну, как у него? Ну, непонятно, как это произошло. В Женеве, естественно, трамвай, он абсолютно бесшумный. Электричка, она абсолютно бесшумная. И также в бесшумном автобусе можно ездить. И даже на речном трамвайчике тоже эта транспортная карта позволяет ездить. Она выдается в зависимости от оплаты. Ну, у меня она входила в стоимость номера. Она выдается на несколько дней. У меня она была на весь срок пребывания. Я там был 4 дня. На все 4 дня у меня была транспортная карта, единая для всех транспортных средств. И, что приятно, в том числе, к трамвайчику. А паркинг этого трамвайчика был как раз у входа в гостиницу. Поэтому, если бы вдруг я оказался где-нибудь на другом берегу Женевского озера, можно было бы спокойненько сесть в эту водную штуковину и на ней очень красочно приплыть как раз к парадному подъезду. При этом у них нет турникетов и нет проверок. Лет, наверное, 10-15 назад в Женеве при входе в автобус стояла такая штуковина. Вот этот вот забор под названием «Смерть бабушки, сдохни инвалид», через которую мы должны все, как козочки, прыгать или как-то продираться, особенно с сумками. То, что называется у нас турникетом в автобусе. У них это тоже стояло. И водитель всегда запускал через переднюю дверь с небольшой оттяжечкой, открывая задние двери, давая людям возможность выйти. И все заходящие предъявляли ему свои проездные документы, потому что там очень много разных было способов оплаты. Кто-то покупал у него билеты, у кого-то был уже проездной. И это контролировалось водителем. И еще на маршруте входили иногда бреднолицые швейцарские джентльмены, которые проявляют у тебя документы. В смысле, ну там, проездной или билетик. Вот сейчас этого не стало, и в транспорте Женева настал коммунизм. Ты покупаешь на автобусной остановке у электрического ящика нужный тебе билет, либо, как я, получаешь его в гостинице, его некому предъявить. Спокойно входишь в автобус, спокойно входишь в электричку, и нигде никакого контролера. Они смогли отрегулировать взаимоотношения социумов таким образом, чтобы вопрос неоплаты проезда теперь уже отныне у них не стоял. По улицам Швейцарии и Женева, в частности, ездят абсолютно все автомобили, которые только существуют. Вот все, что с левым рулем и немножко того, что с правым рулем, обязательно ездят по Женевским улицам. Поэтому в одном потоке иногда встречаешь совершенно эклектичное явление. Например, там плелся тихонечко обглоданный жизнью пикап Тата. Ну где еще можно увидеть вот этот драндулет, который бывает только в Индии? Или вот в каких-то убогих задворках? Так ведь нет же, пожалуйста, он едет по красочной Женевской набережной во всем своем великолепии и неприглядности индийского дизайна. Рядышком с ним ехал удивительный автомобиль марки Форносари. Это такая порнографическая фирма, занимающаяся, как им кажется, дизайнированием и тюнингированием, а на самом деле плодящая уродов, но с довольно неплохой энерговооруженностью. Автомобили у них настолько пугающе корявые, что каждый год на Женевском салоне они выкупают одну из самых красочных площадок в центре, а в них ходят люди, спотыкаются, по-моему, даже икают от ужаса. Выглядит это все до невероятности, похожим на самоделку. Где-то, наверное, в возрастном диапазоне между старшей группой детского сада и начальной школьной какой-то группой. Вот так обычно дети рисуют мелками на асфальте. То, что рисунок мелком на асфальте может материализоваться в автомобиль, мне бы, например, чувство юмора не позволило такое предположить, но, тем не менее, на Женевских улицах даже это ездит. И тут же рядышком Морган. Морган по климату сейчас закрытым верхом. А вообще-то это штуковина, которая смотрится только в ипостасе кабриолета. Когда на Морган надевают на хлопучку вот эту чудовищную шапочку из мягких тканей, он становится крокозавром абсолютно не менее хлестким, чем фарносари. И, тем не менее, вот он, Морган, там тоже ехал. Я на него с интересом смотрел. Внутри сидел гордый швейцарец. И, конечно же, никто, кроме меня, на него не обращал внимания, потому что в цивилизованном обществе не принято показывать пальцем и вообще пялиться на кого бы то ни было, что бы там ни происходило. Если то, что происходит, выходит за рамки привычного, тогда на это реагирует полиция. Но уж никак не обыватели, никак не жители Женевы. Очень любопытная аварийная ситуация, почти что ДТП произошла с одним из моих коллег. Он ехал в последнем такси «Лексус». Сейчас в основном по Женеве ездят всякие драные реношки, дачи и прочая непрезентабельная техника. И, конечно, большое вкрапление минивэнов. Оно все больше и больше разрастается. Там какие-то уродские Тойоты, там, Фольксвагены всякие мелькают. То есть, если 10-15 лет тому назад нормальное женевское такси – это «Лексус» либо «Лексус» либо «Мерседес С-класса», то сейчас это какая-то халабуда. И раньше за рулем бледнолицый, а теперь какой-нибудь гастарбайтер. И вот это был последний «Лексус», за рулем которого сидел швейцарец. Он ехал по выделенке. А такси – это в Москве нельзя ездить по выделенке, в Женеве можно. И поскольку была пробка из одного очень дорогого «Бентли», опять-таки, резко открылась дверь и практически под колеса пытался выбрыгнуть какой-то юноша. Это был швейцарец за рулем такси. Он остановился, он вышел, он орал на всю улицу, потому что он швейцарец, а там сидели какие-то сопляки. Четыре пацана ехали в ближайшую богадельню за наркотиками, они очень стеснялись и по тупе взор стояли, и что-то такое мямлили, мямлили. Швейцарец наорался вдоволь, и как раз тут был вопрос именно в том, а может быть он был не швейцарец? Нет, это был демократический гражданин Швейцарии, он себе это позволил. Очень любопытно было встретиться в такси с гастарбайтером, человек говорил на шикарном французском, я у него спросил, а вы что и кто? А он оказался гастарбайтером из Франции. Это француз, он приехал в Швейцарию, здесь купил машину и на ней работал. Перерыв на новости, а швейцарец уступил место французу, получилось. Заканчивая женевским послесловием на предыдущем отрезке, я сказал фразу «швейцарец уступил место французу», имею в виду вот этот антагонизм между коренным населением и пришлыми, и пришлые, в том числе и французы, которые таксуют, бомбят и, естественно, ведут себя при этом легально, платят налоги. Но вот тот конкретно таксист французский мне очень понравился двумя вещами. Во-первых, тем, что у него график работы. Он выезжает на работу после 10 утра, а заканчивает он в 18.00, ну, потому что этого вполне ему достаточно. И на деньги, заработанные здесь, во Франции, у него нет такой возможности и хорошо заработает в Швейцарии, она есть. Он строит себе дом в Ницце, он уже его закончил практически, остались отделочные работы, и он будет на пенсии спокойно созерцать в Ницце фуагра на завтрак и виагра на ужин. А Швейцария в целом такая удивительная страна, телевидение которой не дает представления о апокалиптической картинке мира, видимую из наших телевизоров. О том, что Уго Чавес скончался, я узнал, только приехав сюда. Включив в Женеве телевизор, каждый день включая в Женеве телевизор, я не нашел там две самые важные для русского человека темы. Мы только об этом и говорим круглосуточно, и отправили туда корреспондентов, чтобы они освещали данное событие максимально плотно, поскольку без этого нам никак абсолютно в информационном пространстве России на фоне остальных наших проблем. Так вот, в Женеве по телевизору я не увидел ни слова о папе римском и ни слова о Уго Чавесе. Вот нету этих событий для швейцарцев. Там есть экономические нюансы, есть политические нюансы, есть весь мир, но вот этот вот бред сивой кобылы, который творится у нас по телевизору, в Швейцарии он отсутствует. Ну, впрочем, как и много чего отсутствует в Швейцарии вообще из ужасов нашей жизни. Телефон Сергея Слоняна в прямом эфире 65 10 99 6. Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Сергей. Я рад вас слышать. Не менее рад. Приятно слушать вашу передачку. Спасибо за нее еще раз. Спасибо вам. И спасибо за рассказ про коммунизм. Он удивителен абсолютно, потому что поверить в то, что звериный оскал империализма сменился на такую блистательно сверкающую стоматологию, очень трудно. И тем не менее вот так. Ну, теперь вернемся на нашу бренную землю. Да, уж точно бренная. Вопрос такого плана. Катаясь на Б6 по сайте дизеле, хочу поменять на ЦЦ тоже дизель. Что можете сказать? Ну, поскольку вы, в принципе, меняете Б6 на Б6, просто в другом кузове, вы эстет, которому очень нравится вот эта пропорциональность линий, и то, что нынешний рестайлинговый ЦЦ, он стал в большей степени фаэтоном, что делает машину заведомо более уважаемой и респектабельной. И из этого я могу сделать вывод, что вам некого водить на задних сиденьях. Абсолютно. То есть вы покупаете машину просто потому, что она вам нравится. И это на самом деле исключительно правильная мотивация к покупке автомобиля. Потому что нравится – это главная точка отсчета. Вот выбирать как-то разумом или логарифмической линейкой, сопоставляя данные, характеристики, представляя себе расход топлива, перераспределение крутящего момента, или, например, момент размыкания или смыкания дисков сцепления – это неправильно. Нравится? Владимир, вот в руках человека, которому вещь нравится, она служит гораздо дольше, чем у любого другого прагматика, выбравшего вопреки. Нравится, не нравится, а по принципу «хочу, чтобы она была экономная». Неправильный путь. Владимир, у вас абсолютно здравый подход. Возьмите машину, которая нравится. Не ошибитесь с цветом. Я думаю, что вы на ней будете ездить не потому, что она сломалась, продадите ее, потому что она вам надоест через какое-то время, там, лет через восемь, например. А так она будет просто замечательная. При том, что ведь ваш Б-6 вас не разочаровал. Дизель, а у нас очень многие боятся дизеля, он вас не подвел ни разу. Макар, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Как-то вы сегодня обошли тему повышения зарплат чиновническому классу нашему. Ну, думаю, как вы потом вернете. Скажите, пожалуйста, по поводу машины «Шевроле Эпика». Значит, пока есть еще новые. Их вроде сняли с производства. Но, как бы, цена получается в районе 600 с небольшим в пустой комплектации. И можно купить годовалую, чуть-чуть дороже, 620-630, но с полным фаршем. Вот, расскажите, пожалуйста, про эту машину. Макар, Эпика – это моя любимая машина. Это последний нормальный автомобиль по честной цене на нашем рынке. Потому что она как пришла к нам за 600 с небольшим, так она и уходит. Она в топе, в пределе в своем, на исходе, имела 675 тысяч официальных рублей в прайс-листе. Очень жалко, что наш рынок, так задрав высоко нос, прошел с легким презрением мимо этого чрезвычайно удачного автомобиля. И очень показательным было мое общение с мастером-приемщиком в GM-сервисе. Мы с ним как-то не так давно по этому поводу говорили. Он говорит, вот у меня Эпика, сейчас, думаю, себе вторую возьму. Потому что столь удачного и беспроблемного автомобиля еще поискать. Его сейчас снимают в угоду Малибу. Поэтому, пожалуй, я себе про запас возьму еще одну машину. Тем более, что у Эпики, у нее под капотом стоит абсолютный инженерный шедевр. Рядная шестерка. Рядных шестерок днем с огнем. Даже BMW потихонечку уходит от этой схемы классической. Ну, правда, там у BMW он стоит вдоль автомобиля. У Chevrolet он стоит поперек. И от этого становится еще более шедевральным все, в том числе и компоновка силового агрегата и коробки. Но Эпика – это исключительно правильный автомобиль. Берите две, если есть такая возможность. Я имею в виду, что вот новую взять или в полном фарше годовалую. А годовалую вы с пробегом берете или без? Ну, конечно, да, там 50 тысяч. Ну, то есть, вот почему, как бы тоже поразительно, что вот на автору, там, на сайтах, они годовалые, их очень много. То есть, такое ощущение, что ты как будто бы москвич, машину, которую купишь, но продать невозможно. Да, да, конечно, эту машину продать невозможно, поскольку на нее нет спроса на первичном рынке, нет спроса на вторичном рынке. Мы же страна роллс-ройсов. Мы же все удивительно крутые ребята. И какой-то там дешевый Chevrolet, да еще корейский, да ну что вы. Вот была бы Mazda, драная в хлам, мы бы, конечно, выстроились в очередь. А это же какая-то Chevrolet корейская. Но если есть возможность, не брать со вторичного рынка, берите с первичного. С гарантией, не надо переучивать вещь под себя. Ведь тапочки носил до вас кто-то, они уже по другой форме разношенные. И берите новую машину, тем более, что где-то на складах наверняка же есть еще и неплохая комплектация. Они все немножко разные. Там мотор 2.0, 2.5, ручка, автомат, кожа, вертикальный взлет, без вертикального взлета, с губозакатывателем, без губозакатывателя. Если поискать, они еще существуют. Тем более, что пришедшая ей на смену Малибу, это машина, которая уже провалилась с грохотом и с треском. Причем она провалилась так, что и у себя непосредственно на родине, родина, правда, у нее Корея, вернее так, родин у нее много, но ее уже потихонечку отправили на рестайлинг кое-что там подшаманить. А провал совершенно грандиозный. Вот из категории таких стартапов, полностью, как бы это сказать, даже не провалившихся, а полностью испачкавшихся в коричневу, это, конечно, номер один. Малибу пришел, особенно на наш рынок, с такой вальяжной американской походкой настоящего Chevrolet. Естественно, сделанного тоже в Корее, в России, кстати, подсобранного. И он такая так масштабненькая. Я тут Chevrolet, я же настоящий кореец, не какой-нибудь Эпика, который кореец. У меня поэтому ценник в два конца. Ну, что там Эпика, 600, да? А я лимон 200. Опа! И неприятно запахло меркоптанами. Меркоптаны — это как раз вот те самые вещества, которые придают некоторым человеческим излучениям чрезвычайно резкий запах. Вот что произошло с сменщиком Эпики. А Эпика остается блистательным совершенно автомобилем. Помнишь, к нам приезжали? Здравствуйте, Виктор. Вы уже говорите со мной, а я, кстати, говорю с вами. Я рад вас слышать. Алло! Здрасте! Здрасте. Сергей, вот не знаю, правда ли нет, мэрия там хочет ограничить въезд в центр города, Жигулям всех мастей. Хочет, конечно. Она на самом деле хочет не столько победить Жигулей, сколько хочет заработать денег на этом. Ведь вопрос экологического класса. Эта затея, Виктор, она на самом деле многолетняя. Она осталась еще от нашего пчеловода знаменитого, от товарища Лужкова, в память. Просто очень хорошая идея. Лужков тоже был специалистом по гоп-стопу, а товарищ Собянин, задача которого — победить москвичей вместе с их автомобилями, судя, по крайней мере, по тому, что он делает. Он эту идею тоже подхватил, но не знает, с какого боку подойти. В принципе, председатель горкома партии, товарищ Гришин, в свое время провозгласивший, что Москва таки станет коммунистическим образцовым городом, он имел в виду всю Москву. А Собянин, ну, куда ему до Гришина? Ну, труба пониже, дым пожиже. Он решил, что образцовым коммунистическим станет только центр. Потому что в центре плебеи уже утомили своими, опять-таки, меркаптанами. Уже нужно что-то с этим делать. Поэтому берется некий анклав, обозначается как город в городе, туда запрещается въезд всяким там не вышедшим своим выражением лица в калашном ряду, ну, неподходящим. И дальше мы имеем то же самое, что, например, в городе Рим. Туда по евро-5 в центр города заезжать можно, а по евро-4 уже нельзя. И я в Риме видел маленький драненький фиатик 30-летней давности, у которого на лбу был пропуск, из которого следовало, что он по евро-6. При том, что в момент создания этого автомобиля нормой евро не было даже евро-0. Это говорит о взяткой емкости мероприятия. Почему бы сценарий итальянской мафии не внедрить в городе Москве? Ограничить серьезный въезд куда бы то ни было можно только танками или заградотрядами. И ни то, ни другое не получится. Придумать какую-то логическую схему – нет. А вот создать нервотрепку и продажу пропусков – это то же самое, как с грузовиками. Мы обозначаем проблему и сразу предлагаем способы ее решения, как это было с грузовиками. Поэтому деление автомобилей на экологические классы, в то время как они сами с собой не делятся, назначение правых и виноватых, левых и хороших, чужих и своих – это игра долгая и перспективная, но она пока не по зубам нынешней власти. Поэтому не беспокойтесь. Разговоры о том, что мы сделаем центр Москвы коммунистическим городом и не пустим туда плебеев, он ведется давно. Но кишка танка у этих ребят подобным образом всех нас с вами победить. Перерыв на новости. Вернусь к вам чуть позже. На всякий случай, для тех, кто не знает. Телефон моей любимой радиостанции 65 10 9 9 и 6. Продолжаем общение. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Сергей. Очень люблю слушать вашу передачу. Сам за рулем как-то еще пока не сижу, прав нету, не так не сперусь получить права. У меня как раз жена учится, уже скоро экзамен будет. Это нам встал вопрос покупки машины. Вы так хорошо рассказываете, что для человека малейшего опыта сразу все становится понятно. Возникает иллюзия доверия и полного взаимопонимания. Правильно, Денис? Да, именно так. Вопрос сейчас у нас возник такой. Потому что мы хотим купить кроссовер. Сейчас после поездок по салонам остановили свой выбор, скорее всего, на Хонте Серви. Новый. Вот хотел услышать ваше мнение об этой машине. Что там у нее по обслуживанию, по сервису. Если есть статистика по угоняемости, то такие моменты тоже. Денис, давайте с другого конца. Вы с автошколы уже определились? В автошколе уже все пройдено. Сейчас последние уроки, то есть последнее вождение будет. Я слышал последнее, что 30 часов это мало. Но сейчас уже откатано где-то 30-35 часов. Мы планируем там еще где-то часов 5, наверное, и попробовать уже идти на экзамен. Денис, вашему мужеству нет предела. Вы в этой автошколе учились сдавать экзамен. Автошкола не ставила задачи научить вас водить машину. Поэтому добирать мастерство вы будете в том числе на нас, на всех и на себе. Это очень серьезное испытание. Тем более я так понимаю, что вы вдвоем с женой будете за одним рулем, деля по часам, либо по песочным часам, либо по секундомеру, либо по календарю, кто сегодня сидит за рулем. То есть то жена, то вы. Ну, я пока не хочу. Ввиду того, что и так хватает на работе, стрессовых ситуаций, я как бы пользуюсь услугами такси, вижу, что происходит на дорогах, а автомобиль просто-напросто необходим, из-за того, что есть ребенок, надо ездить и за город, и в другую рода к родителям. Мы просто планировали, помимо того, что сдать экзамен, после того, как купим машину, обязательно еще... Пойти поучиться наконец-то. Да, 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 взять инструктор и уже на своей машине... Кошмар какой, какой кошмар. Денис, я с содроганием опять-таки отношусь к этой ситуации. Мне очень жаль, что они смогли вас так грамотно обмануть, потому что сдавать экзамен — это одно, учиться водить — это другое. Есть автошколы, в которых подобные процессы совмещены. Вам, к сожалению, не повезло в поиске. Ну, как есть, так есть. Но здесь получается вот какая картина. Значит, вы не умеете, жена не умеет, при этом жена будет рисковать и вами, и ребенком, и вам нужна машина. И в данном случае уже неважно, сколько она стоит по техобслуживанию, сколько именно дилер с вас дерет, потому что задача дилера — ограбить вас как можно более серьезно, при этом с вежевой улыбкой на лице. То есть чем занималась автошкола? Они, в принципе, вас обманули. Дальше вы передадите себя на растерзание уже по эстафетной палочке, то есть как в качестве эстафетной палочки отдадите себя дилеру. И вам тут важна стоимость страховки, при том, что вы будете покупать и Каско, и ОСАГО, при этом ОСАГО сразу купите с расширением до 3 миллионов. Причем 3 миллиона является верхним пределом. Тем не менее, пойдите на то, чтобы доплатить эти там обычно тысячи-полторы и иметь ОСАГО в 3 миллиона, и иметь, естественно, Каско, желательно с безлимитным покрытием, потому что никто не знает, как сложится судьба. И здесь еще в чем проблема. Скорее всего, водить будет поначалу ваша жена, поэтому ей нормально и Хонда CR-V, в том числе с автоматом, ну, с вариатором. Потому что когда вы подступитесь к управлению транспортным средством, все-таки, как это не трагично, Денис, но вам желательно иметь, во-первых, другую машину, чтобы у жены было свое, у вас свое. То есть у вас будет головная боль в квадрате и за себя, и за нее, и за ее ТО, и за свое ТО. Но у вас машина должна быть на ручке, потому что рано или поздно судьба вам предложит не какой-то комфортабельный вариант, а, условно говоря, УАЗик. Ну, не потому что плохо сложится судьба, а потому что жизнь наша увлекательная, вы можете поехать куда-нибудь отдохнуть, а там нужно будет не пройти, а проехать, а это будет УАЗик, а у него будет ручная коробка, а вы не знаете, что с ней делать, и посреди тайги вы окажетесь один на один с кедровой шишкой, и с медведем в лице прокурора и аудитории. Зачем вам эти эксперименты? Лучше уметь и не только топором махать, и отстреливаться, и бегать быстро, но еще и владеть автомобилем на механической коробке передать. Поэтому себя придется заставлять, а жене потакать. И жена поедет на Хонде CR-V, и она выбирала эту машину сердцем, она ей нравится. Пусть она ее купит, тем более машина большая, тяжелая, ребенок внутри в кресле пристегнутый, насмерть пристегнутый, просто очень конкретно пристегнутый, он будет убережен от всех неприятностей. Причем у вас сколько ребенку лет? Полтора года. Значит, вы берете у вас кресло по весу, соответственно, для самых маленьких, оно ставится, как правило, уже по ходу, постарайтесь его закрепить посредине заднего сидения. Так чтобы, не дай бог, конечно, но если вдруг вам влетают в правую или в левую дверь, чтобы до ребенка не долетел никто. Поэтому ребенка посредине. Причем ребенок, скорее всего, у вас поначалу воспримет это как покушение на основу демократии и личной свободы. Объясните ему, что пока он не пристегнется, вы никуда не поедете. Пусть он к этому привыкает. Это очень важно, потому что, не дай бог, что-нибудь, где-нибудь жена резко тормознет, и ребенок, например, кувырнется через голову в лобовое стекло. Но ни в коем случае. То есть, ребенка кресло насмерть пристегнули, ребенка насмерть к креслу пристегнули, дальше ваша жена на Хонде Сиарви спокойно поехала, застрахованная по кругу, а вы сидите в офисе, куете семейный капитал, пьете валидол и готовитесь к тому, что пронесет. Я верю, пронесет. Потом через какое-то время вы садитесь за руль и покупаете себе машину на ручке, пусть это будет даже Солярис или Матис, но вы должны получить устойчивый навык, потому что вы по диапазону применения должны быть в результате более искушенным, чем ваша бесценная абсолютно супруга. Хонда Сиарви в качестве стартового автомобиля? Да, очень правильно. В абсолютно ваша супруга молодец, у нее со вкусом все в порядке. Вот такая потрясающая картина мира, Денис. Хорошо, спасибо большое. Ой, Денис, успехов вам. Но все-таки мне за вас боязно, потому что автошкола вас совершенно нечестно и негуманно восприняла как клиента. Алло, здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте, Сергей. У меня самое автомобильное имя. Да, да. В России, да, мы это знаем. Горячо поддерживаю идею ударить сарказмом по российскому бездорожью. Приветствую вашу передачу. Спасибо вам, автомобильный носитель имени. Да, хотел задать такой вопрос. Вот год езжу уже на Мерседесе ЦФ-180, универсал. Очень люблю сараи. И как-то вот купил этот автомобиль себе по любви. Очень мне он нравится. Новый двигатель, вот этот Blue Efficiency на турбине. Прям замечательный. Ест мало, ездит быстро. Но почему-то слышал такое мнение, что Мерседесы стали не очень надежными. И просто хотел спросить, чего мне бояться где-то в ближайшие 2-3 года. Алексей, не слушайте сплетни. Вот смотрите, вы купили себе классную машину. Все машины, естественно, не заколдованные, кроме японских. У японцев специально есть обряд, как заколдовать машину. У нас этого нет. В Европе этого нет. У нас с вами этого нет. Вы купили себе Мерседес. Вокруг вас собирается экспертное мнение соседей, друзей и коллег, которые с легкой завистью, не признаваясь в этом, говорят, Леша, ну ты че? Не, ну слушай, ну разве нимфа кисть дает туда тебе в качель? Да не, ну там вообще, я слышал, вот там у Васи. Да не, ну у Васи же колесо. А у Васи там подшипник. Вот это все очень индивидуально. А если нырнуть в интернет, там этих жалобщиков и обиженных огорченных, миллион. Когда у человека все классно, он не пишет в интернет, ребята, у меня отличная машина, у меня все здорово. А вот когда он нечаянно наступил, например, на какую-нибудь трясогуску, он пишет, ой, я наступил, ой, трагедия. Мерседес, нормальная машина, в нормальных руках, служит нормальный срок. Вот так вот, что, как Жигуль, утром Вы просыпаетесь, а она превратилась в полночь в тыкву, нет, этого не будет. И на роду ей не написано развалиться или, например, Вас как-то очень серьезно огорчить. Она нормально будет работать, тем более, что Вы же с ней, с любовью. Она же как любимая женщина в Ваших руках, а только расцветет. Даже больше. Конечно. Вот. Даже больше, чем любимая женщина. Любимому Мерседесу ему подарки не только на 23 февраля и 8 марта, но еще на 1 мая, Новый год и день рождения. Все правильно. Нет, но он хороший, он хороший. Он очень хороший. Мне это очень нравится. Да? Вот смотрите, какая штука. Вам он нравится. Вы купили машину, которая Вам нравится. Вы едете, и у Вас каждый день от того, что Вы за рулем этого автомобиля, хорошее настроение. Ведь Вам даже пробка не страшна, потому что Вы едете за рулем автомобиля, любимого, который Вам очень нравится. Ведь он же... Если бы Вы ехали в Жигулях, то эта пробка Вас довела бы до бешенства. А так Вы готовы с ней даже как-то более-менее сжиться и примириться. Потому что Мерседес, потому что любимый. И не слушайте никого из тех, кто рассказывает Вам о проблемах, о том, что, конечно, подшипники-то китайские. Да? Ну и что? У некоторых стиральные машины китайские. Это не значит, что они все. Нажал на кнопку, она в Китай улетела. Нет, ничего подобного. Поживет еще. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, Сергей. Спасибо за передачу, во-первых. Спасибо. У меня такой вопрос. У моей девушки папа достаточно в внушительных размерах мужчина. То есть он за два метра, в широких плечах, и он не может подобрать себе машину по размеру. Григорий, Вы так рискуете обрести подобного тестя в хозяйство? Да, да, да. Вы отчаянны. Рисково я. Это очень сурово. Так, и папа не помещается никуда, и он может даже не поместиться в вашу личную с дочкой жизнь, и ему нужна машина, чтобы запереть его там, и он, наконец-то, обрел счастье. Точно. А папа на Крузаке никак абсолютно? Только по размеру? А по статусу и по факту он в Линд Крузер 200 не инсталлируется? Вот он сидел в Крузере, сидел в Каене и в Джейльке. Вот это три машины, которые более-менее подходят, но не ощущается, она 100% в них комфортная. Я подумал, советую это с вами, может быть, есть еще какие-то стоящие варианты, которые можно посмотреть. Григорий, а он давно на себя машинки мерил эти? Зимой? Буквально на выходных. Ага. Тогда, Григорий, сделайте другой маневр. Поскольку вы, я так понимаю, тихонечко приглядываете за этим процессом, вам важно, чтобы папа все-таки надежно застрял за рулем хорошего автомобиля и не вмешивался. И был доволен. Да, и был доволен, потому что довольный тесть это очень неплохой успех в жизни, такой стартап нормальный. Дождитесь, когда ваш тесть сменит зимнюю одежду на летнюю одежду. Он тогда начнет помещаться гораздо с большим комфортом за рулем всех этих трех автомобилей. Когда машину меряешь на дубленку, это не то же самое, когда ее меряешь на рубашку. И вот по лету или, например, поздней весной он поместится отлично и в Крузаке 200-ом, и в Джиэльке, и в Каене. В Каене при этом он будет таким очень резвым и мачо-подобным. В Крузаке он будет бандистующим и респектабельным, в Джиэлье будет нечто среднее. Это зависит уже от нюансов имиджа. Но удобным будет в каждой из трех этих машин. Главное меряйте эти машины на рубашку. А по осенью уже будет бесполезно. Вы уже, тем более, зять, он уже тесть. Ну, уже все хорошо. Отлично. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Какие приятные моменты у людей в выборе автомобилей. Вот все эти аппараты, они, конечно, немножко под разный характер людей. Они разные по управляемости. Григорий, кстати, если, судя по возрасту, вашему тестю лет нормально, в Каене у него будет возможность быть совсем счастливым. Поэтому, присматривая аккуратно за процессом выбора автомобиля, оказывайтесь в роли советника, кивающего головой. Но когда он будет подходить к Каену, кивайте головой более активно, потому что за рулем этого автомобиля упоение больше. Он отлично управляется. Перерыв на новости. Иногда по вечерам очень хочется дозвониться до Сергея Асланяна. Никто не знает его телефон. Какой телефон у Асланяна? Куда позвонить? Телефон Сергея Асланяна. По вечерам. 65, 10, 9, 9, 6. Код Сергея Асланяна. 4, 9, 5. Дмитрий, здравствуйте. Вы дозвонились. Алло. Алло. Вас не слышно. Теперь слышно. Алло. Да, здрасте. Вот. Здрасте, Сергей. А я дозвонился до вас. Видите как? Да? Вы абсолютно правильно сделали, кстати. У меня такой вопрос. Исторически я езжу на американцах. Очень люблю их машины. Снимаю шляпу. Я знаю, что есть лучшие. Я знаю, что есть японские машины. Они не лучше. Дмитрий, вы же знаете, они не лучше, они другие. Да, они другие. Они просто другие. Сергей, у меня такой вопрос. У меня сейчас пятая по счету машина Dodge Durango. Ух ты. Очень старый. Ух ты. Какой мотор? Какой мотор у вас? Ну, 5,9. Какой самый обычный у вас аппарат? Durango с 5,9. Блестящий. Я, значит, на нем отъездил 160 тысяч. Я хотел бы еще, конечно, ездить, но у него уже 300 с лишним. И у меня вопрос к вам вот какой. Расскажите, пожалуйста, а вот можно ли сейчас купить второй Durango, ну, естественно, бэушный сильно там, пробегом там около 150, но чтобы он был еще из тех вот надежных машин. Потому что, честно говоря, вот для меня самый главный критерий именно надежный. Ну, вы обречены искать эту машину на нашем внутреннем рынке, потому что... Конечно, на нашем, да. Ну, Евро-4 является барьером, который очень тяжело преодолевать. Либо из-за того, что у нас сейчас нет у гаишников обязанности проверять номер двигателя, вы можете, догадайтесь сами, как обрести автомобиль невыясненного до конца экологического класса, тем самым привезя его из другой страны. Потому что вот ведь Durango – это тот самый автомобиль, который продают именно из-за того, что клиническая смерть близка. Невозможно эту машину сносить вот просто так, и не может она надоесть. И серии «О, что-то мне мой доджик надоел, продам». Значит, машину продают, потому что... Ну, потому что уже все. Сейчас помрет. И вы на автоярничном рынке что будете искать? Вы будете искать чужую беду. И человек, скорее всего, будет рыдать, глядя на то, как вы покупаете его любимую машину, но как только вы скроетесь за поворотом, он такое облегчение испытает. Скажет, все, проблема уехала. То есть неубитую машину найти... Ну, а с чего она будет неубита? Это на вторичном рынке. Их всего три штуки продается по объявлениям. Ну, не две, три. Ну, три, да. Я с вами согласен. Сергей, я с вами согласен. И по поводу ввода тоже я все понимаю. Ну, смотрите, во-первых, я так понимаю, что и ввести-то хорошего качества, наверное, не получится уже сейчас. Получится, смотря что вы и где найдете. А вам дюранга нужен именно из-за типа кузова или потому что это додж? Ведь еще же существует его лучший родственник под названием додж-рам, который можно купить по растаможке под грузовик. Дороже он. В чем дороже? Ведь если вы его берете как грузовик под категорию С и везете, например, через Белоруссию, и там его таможите как юрлицо... Вы помните? Вы знаете этот нюанс? Слышали вы о нем? Нет, нет. Узнайте очень аккуратно. Там есть такая приятная особенность, что таможня-то нулевая. Но вы обречены ездить по нашему единому таможенному пространству на белорусских номерах и прибивать их клепальным пистолетом по всему периметру, потому что у нас же принято у белорусов... Да, я видел. Видел, видел. Да, проблема-то в чем? В том, что номера вам потом предложат пару раз купить за какие-то там несусветные деньги. Поэтому нужно прибить насмерть, либо, как вот мой, например, друг на казахских номерах, он сделал ксерокопию, заламинировал и возит ее, прикрутив саморезами. И то у него эту бумажку регулярно отрывают, потом, правда, очень разочарованно выбрасывают. Я вас понял, да. Ну, а мой друг дубликаты заказывает. Ему привозят через 4 дня на поезде. Это тоже хорошо. Если у вас есть такой вот вариант. Просто, видите, какая штука. Вы можете взять себе Dodge Ram, совершенно неубитый, в очень хорошем состоянии, с нормальным ценообразованием по таможне, а получить в результате грузовик, которого вам хватит, ну, я даже не знаю, насколько. Вот его вам хватит лет на 15, на 20. Я вас понял, я вас понял. Очень хороший совет, спасибо вам огромное. А что вы в целом можете по Durango сказать? У вас есть какой-то опыт или знакомые, кто их платирует? Вот таких знакомых, которые могли бы в подробностях рассказать мне техническую, подноготную, у меня нет, но могу сказать про себя, что если бы такая возможность была, я Durango бы себе купил. Причем любой с любым мотором и любого года. Я вас понимаю. Конечно, исходя из технического состояния, потому что просто взять утиль, но это неправильно. А вообще, конечно, Durango это тот автомобиль, который надо покупать. Вот современный на независимой подвеске, на пружинках, ну, это уже не то. Он красавец, безудержный. Нынешний, конечно, он смотрится фантастически. Но это не то, что у вас. Вот ваш убить практически нереально. И даже сейчас вы этот вопрос не решите. Ведь он у вас, глубоко уйдя за возраст в 300 тысяч, он же ведь, конечно, немножечко недомогает. То лапку приволакивает, то шерстка дыбом встанет, то ушко как-то прижмется не так. Но в целом-то он вас всегда к дому привозит. В целом он ездит. Да, да, да. И, конечно, у него тут не контактик, там лампочка загорелась, тут он вас напугал чем-то. Но... Ну, не, меня не пугает давно уже. Ну, вот, вот, вот. Вот, поэтому, Дмитрий, пусть вам еще позавидуют, а потом сделайте своей машине подарок. На старых это смотрится особенно здорово. Возьмите классную полироль, натрите его, и по весне никто не заметит, что у него есть возраст. Он скинет прожитые годы, будет таким молодцом. Даже на одометре у него 300 тысяч, и те в обратную сторону пойдут. Правда, ненадолго, до первого дождя. Да, согласен, Сергей. Они, кстати, это очень любят. Пожилые машины обожают, когда к ним вот с такой любовью. Алло. Наверное, Максим, да? Алло. Здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Хотел задать вопрос вам. Давайте. По поводу Киа Соррента в новом кузове. Хочу ее привезти скорее, дабы не кормить наших дилеров любимых. Все-таки вы тоже подозреваете их в жлобстве? Я в этом просто уверен, когда смотрю на ценник наших дилеров и узнаю стоимость нового автомобиля из Кореи. Как-то становится обидно переплачивать 300, 400, 500 тысяч рублей. Если есть возможность привезти из Кореи, везите из Кореи, потому что это будет то же самое, только лучше. Корейцы для своего внутреннего рынка регулярно что-нибудь такое нормальное делают с мотором. У нас они приходят чаще всего дефорсированные, а у корейцев они на полную катушку. Смотришь по лошадиным силам и душа поет. А по качеству сборки у них все в порядке. Еще вопрос. Есть двухлитровые двигатели дизеля, есть 2,2. Один 184, другой 197. Принципиальная разница в чем у этих моторов? Нет, они, конечно, немножко разные, потому что вы же, Максим, прекрасно понимаете, объем двигателя, он, мягко говоря, не на пустом месте. Это не только за счет того, что у него головка иной формы. Это за счет того, что даже несмотря... Он и по модельному ряду, что называется, разный. Они считают это двигатели не одного семейства, а два совершенно разных мотора. Но 2,2, да, он слаще, конечно. И на 2,2 вы будете совсем хорошо себя чувствовать. Тем более, Соррента, вы же не считаете его всерьез настоящим внедорожником? Мы же отдаем себя счетом, что это красиво. Это легковой автомобиль, да. Это очень классный легковой автомобиль с расширенной сферой применения. Он на полном приводе. Чем и нравится, да. Да, он легковушка. Он не нужен, в общем-то. Вот, Максим, у вас очень правильная точка отсчета, вы все это правильно позиционируете эту машину. Это классная легковушка, которая вам позволяет с крыльями за спиной ну, даже немножечко брутально рискнуть. Заехать вот туда, где Макар Телят, например, не очень гонял. Мне не совсем нравятся комплектации с семью местами, а вот в максимальных комплектациях, которые предлагаются, они все, как правило, с семью местами. Это всегда так или не всегда? Считается, что машина должна быть семиместной, вы там не поместитесь. Я тоже на этих, на шестом и седьмом месте не помещаю. Даже в позе эмбриона мне там тесно. Но, правда, у меня рост такой. У меня средний обычный рост, метр восемьдесят два. Делать там нечего. Голубь придется между коленками класть. А вам какая разница? У вас там будет либо ровный пол, либо вы эти сиденья просто открутите и выбросите в гараж. У вас там будет... Мне нравится отсутствие сидений и присутствие большого количества ящичков, в которых можно сложить всякую ненужную шнягу, шнягу-шняжную, так скажем. Ящичек придется, Максим, мастерить своими руками. Потому что у корейцев, у них недоразвитое явление тюнинга. Корейцы вообще в тюнинге ничего не понимают, поэтому вы даже на внутреннем корейском рынке не найдете альтернативу, чтобы такое туда вместо этих самых сидений. И просто выбросьте их, а дальше уже, ну что, накройте это полкой обычной. Абсолютно два лишних места. Вот Mitsubishi, например, они правильно сделали. Они в Pajero, в нынешнем, убрали эти две лавки. Потому что мы этим не пользуемся, место занимает, но они, правда, подумали-подумали, сделали там нормальный органайзер, получилось удобно. У Kia, ну, к сожалению, этого нет. Ну, в общем и целом, Sorento 2.2 дизель... Шикарный аппарат, шикарный. Отличная легковая машина. По стоимости владения, в данном смысле, то есть проблемы с двигателем, с подвеской, с раздатками, такими-то псевдораздатками или фишкомуфтами будут меня мучить или... Не должны. Не должны, потому что корейцы в этом отношении молодцы, они очень хорошо поработают над этой машиной. Не исключено, конечно же, не исключено, что могут возникнуть проблемы. Тем более, знаете, как у всех корейцев всегда в обязательном порядке, например, стойки стабилизатора начинают греметь после 10 тысяч. Хочешь или не хочешь, но у них завод, который делает втулки для стойки стабилизатора, это один завод на всю Корею. Вот вся Корея ушла вперед, а завод нет. Проблема, наверное, 200-300-500 рублей и 1-1 часа вся. Да, конечно. Конечно. Просто немножко отравляют жизнь, когда понимаешь, что новая машина, тем более скорее для внутреннего рынка. Внутренний рынок, он более привередлив. И что-то застучало. И что-то застучало. И как-то, ну как же так? А с другой стороны, вот вы опытные уже... Становится обидно за корейцев. За корейцев, да. А потом 500 рублей, и вы опять любите корейцев. Вы опять понимаете, ах, молодцы, ребята. А с чего начинали? Максим, мы помним с вами, что пришло к нам 15 лет тому назад на рынок под видом? Киев, Хюнде, Деу. Мы помним, какие это машины? А вы помните Хюнде Пони? Хюнде Пони. 11 тысяч долларов он стоил. Он был с резиновым салоном, его можно было изнутри мыть шлангом без потери качества. А потом уже пришел акцент на многорычажной задней подвеске и выяснил, что это клево и здорово. Правда, он стоил почему-то 18 тысяч. Но, тем не менее, корейцы как прогрессировали. А сейчас они вот такой сорента сделали. Поэтому радость за корейцев вас не покинет, даже несмотря на 500-рублевую замену резинок по передней подвеске. А по дизелю, тем более, вы абсолютно правы, с дизелем это едет гораздо интереснее. С дизелем оно замечательно. Ну, я хочу пересаживаться с Хонды ЦРВ, потому как хочется поменять автомобиль. Это правильно. Ой, до завтра.